Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы слышали в евангельском чтении конец Нагорной проповеди. И вот Господь прочел эту замечательную проповедь, где очень много удивительного, парадоксального, где заповедь о блаженстве, блажение нищие духом, блажение кроции и так далее. Где заповедь о любви даже к врагам, где нас призывает к тому, чтобы жить, как полевые лилии, как птицы небесные. Вот вся Нагорная проповедь – один из самых вообще удивительных текстов, можно сказать, даже мировой литературы. И, безусловно, для христианина в каком-то смысле это концентрат всего Евангелия. А вот в конце этой проповеди Онна рассказывает эту коротенькую притчу о том, что вот два человека построили каждый свой дом. Но один построен на песке, а другой на скале. А сравнивает их с теми, кто слушает слова и либо исполняет, либо не исполняет. Вот тот, кто исполняет, он вот уподобится благоразумному человеку, который построил дом на камне. И, несмотря на все стихи небесные, то, что дождь, прослились реки, подурь ветра и так далее, но дом устоял. А вот тот, кто слушает, но не исполняет эти слова, это как человек, который построил дом на песке, и такой дом не будет держаться. Это интересно, потому что он мог бы сказать, кто не слушает слова. Вот интересно, что здесь человек безрассудный, который построил дом на песке, он все-таки слушает слова, но не применяет их в жизни. И здесь это почему важно, потому что, увы, и мы можем оказаться в этой категории людей. Мы слушаем слово, мы читаем, надеюсь, хотя бы иногда дома, мы его слушаем в храме, но живем ли мы по нему? Вот здесь как раз вся разница. Только слушать, оказывается, недостаточно. Надо слушать и применять слово в жизни. Вот тогда это для нас спасительно. А если мы не будем применять в жизни, мы можем быть блестящими специалистами по священному писанию, но не верующими. И, главное, не живем так, как вот угодно Богу. В этом огромная разница. А дальше мы читали о том, как вот подошел прокаженный и сказал Господу, Господь, если хочешь, можешь меня очистить. И на это Иисус просто отвечает, хочу очистить. И все, и протягивает руку. И вот человек исцелился. Очень интересный тоже небольшой рассказ, потому что надо иметь в виду, что этот прокаженный, он нарушает все правила, потому что он знал, что он не должен подойти к здоровым людям. Прокаженные жили отдельной жизнью, малыми или большими группами, из всех только болящих, и почти не общались со здоровыми людьми. А этот человек подходит, кланяется, как написано, и обращается вот к Господу. Притом обращается не только с просьбой, а с удивительным утверждением. Если хочешь, можешь меня очистить. Есть другой рассказ в трех евангелистах у Матфея, у Марка и у Луки об отце эпилептика, или как в одном из евангений написано, а как в других бесноватого отрока, который подходит к Иисусу и просит об исцелении своего сына. Но он не уверен, что Иисус может совершить это чудо. Поэтому говорит, если что можешь, помоги нам. И Иисус как раз обращает внимание на то, что вот этой веры мало. И говорит, как, если что можешь, все возможно верующим. И тогда человек просит, верю в Господи, помоги моему неверию. Вот прокаженный в данном случае показывает совершенно другую веру. Он абсолютно уверен. Он знает, что вот Господь, если хочет, Он может Его исцелить. Вот и это для нас великий пример. Что исцеление, и тут неважно, исцеление телесное, что весьма актуально в наши дни, когда вот свирепствует вот эта, скажем, новая эпидемия, ну а также исцеление нашей души. Господь может исцелиться нас от любого, любой болезни, от любого порока, от всех тех отрицательных сил, которые нас держат очень часто. Но достаточно быть уверены, если хочешь, можешь меня очистить. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok